Привет всем! В эфире Ньюсбокс. Меня зовут Роман Миров и я расскажу вам все самое интересное из мира шоу-бизнеса и музыки. Чем же в этот раз вас порадуют наши селебрити? Узнаете от меня и наших корреспондентов в свежем выпуске актуальных новостей. Масштабная церемония вручения наград привела к непредвиденным последствиям. Ловись рыбка большая и маленькая или новое творение Крокус Групп Алексей Чадов спасает девушку. Все подробности об этом и не только узнаете уже через пару секунд в новом выпуске Ньюсбокс. В Москве прошла торжественная церемония вручения Российской национальной музыкальной премии. Звезды в самых красивых вечерних нарядах, фанаты на сцене Кремля, королева поп-сцены Кристина Агилера, ведущие роботы весь вечер радовали пришедшую публику. Чем еще привлекла внимание общественности Российская национальная музыкальная премия? Ответ в репортаже. На днях в Государственном Кремлевском дворце состоялась Российская национальная музыкальная премия. На самой главной концертной площадке выступили звезды различных музыкальных жанров и направлений, творчество которых высоко оценили эксперты профессионального жюри. Голосование было честным, его контролировала аудиторская фирма, это главная была моя задача. Если она реализована, то я буду очень счастлив. Конечно, безусловно, могут быть неожиданности, что мы до последнего момента не знаем, кто победил. Рассказывайте, что ожидаете от этой церемонии? Все-таки на таком глобальном уровне она будет проводиться впервые? Ну, я ожидаю в первую очередь, что наконец-то появится музыкальная премия, такая вот народная. Ну, не народная, а я имею в виду премия нашей страны. Результаты хранятся в тайне, это все отслеживает английская компания, которая все это будет в последнюю секунду открывать эти коробочки заветные, или не знаю, где там все это хранится. И мне кажется, что эта премия нам всем нужна, потому что она наджанровая. Каждым годом эта премия будет набирать обороты и станет такой самой главной, решающей и невероятно, наверное, я бы сказал, помпезной премией, которая была, есть и будет в нашей стране. Я жду большого шоу, победы номинантов, выступления Кристины Агилеры. Я обожаю эту певицу, она очень крутая, у нее прекрасный голос. Организаторам премии было чем удивить публику. Грандиозным выступлением американской поп-дивы Кристины Агилеры, разрешением фанаткам делать селфи с артистами прямо на сцене, а также ведущими роботами. Существует золотой граммофон, песню года, наша любимая премия телеканалов Music Box. Вот чем можно сейчас поразить зрителей, чтобы все-таки каждый остался доволен? Любовью, искренней любовью к зрителю и, конечно же, я думаю, что песней. Только хорошим настроением, только правильными, настоящими эмоциями, открытым сердцем, душой. А столько замечательных артистов, я думаю, что этого хватит. Так как многие артисты заблаговременно начали подготовку к самому долгожданному празднику, Новому году, некоторые из них не смогли присутствовать на премии. Это привело к тому, что Лев Лещенко поднимался на сцену несколько раз. Для того, чтобы получить заветные награды за других артистов. Как же хотят провести Новый год известные исполнители – отдыхать или работать? Я могу и поработать, и тут же в семью вернуться, или в семье начать, а потом работать. Поэтому всю ночь я работать точно не буду, вот поэтому семья дождется. Я хочу играть в новогоднюю ночь. Ну, хорошо, а на праздники непосредственно удастся отдыхать? А для меня праздники на сцене. Кто знает меня, знает, что я отдыхать не люблю. Я после Нового года еду в тур по Америке. И потом, ну, как бы все в своем режиме работы идет. На что вы рассчитываете в 2017 году? Вот какие цели, планы на месте? Ну, в 2017 году хочется выпустить максимальное количество классных хитовых песен, которые полюбят люди. И уже быть представлены не только в номинации «Лучшая певица», но и «Лучшая песня», «Лучший клип». Для меня вот в следующем году самое главное, конечно, это заполненные залы, иметь такое счастье, отражаться в глазах людей, которые пришли, показывать новые песни. В преддверии Нового года на территории Кропус-Сити состоялось торжественное открытие Океанариума. У каждого посетителя подводного мира будет возможность покормить рыб, поплавать с дельфинами, ощутить на себе тяжелый вес питона и побывать в настоящем саду бабочек. Чем еще необычен Океанариум, узнаете из репортажа Анастасии Коневой. На днях состоялось торжественное открытие одного из самых грандиозных проектов Крокус-Групп – Крокус-Сити Океанариум, под крышей которого представлено более 5000 видов рыб и животных со всех уголков мира. У нас есть морская тематика, это моря и океаны, есть пресноводная, это реки и озера. И самое главное, что когда вы заходите, вы заходите как бы под воду, и потихонечку выбираетесь сквозь эти аквариумы на поверхность и видите все те же экспозиции сверху, что как бы является уникальной частью. А дальше вы попадаете под купол, где у нас потрясающий сад бабочек живых. Друзья, если вы точно так же, как и я, задались вопросом на тему, где же можно встретить настоящего фламинго, я вам отвечу – в Крокус-Сити Океанариуме. В состав Океанариума, общая площадь которого 10 тысяч квадратных метров, также входит дайвинг-центр и единственный в стране, выполненный в стиле дождевого леса, ресторанный дворик. Что вам больше всего понравилось? Все, интересно сделано. Экспонаты великолепные, наверное, будут увеличиваться. Какая инсталляция тебе уже запомнилась больше? Мне очень понравился подводный коридор. К тому же там такой оптический эффект, как будто рыба прямо вот рядом с тобой плавает за счет изгиба трубки. Ежедневная учебно-развлекательная программа будет включать в себя разнообразные тематические экскурсии, лекции и увлекательные мастер-классы. Кроме того, гости смогут стать зрителями незабываемых подводных шоу с участием русалки, анимированного подводного представления водолазов, знакомства с экзотическими видами змей, шоу кормления пингвинов, лемуров и крокодилов. Если говорить о тактильном восприятии, кого можно будет покормить? Ну вот только что мы проходили скатов, вообще у нас на территории уже есть контактный зоопарк, те же операторы, которые дают возможность вообще трогать всех животных. Даже акул? Акул нет пока, да, опасно, крокодилов тоже нельзя. Но самая трогательная сцена была, как лемур катался на черепахе. Здесь можно наслаждаться даже звуками тропического леса, настоящими звуками тропического леса, это птицы. Здесь можно с расстояния, не знаю, там 10 сантиметров посмотреть на уникальных рептилий, на насекомых, на паукообразных. Ко всему прочему, на наших глазах будут рождаться бабочки. В крокус-сити-океанариуме есть возможность тактильного зоопарка, но некоторые его обитатели не для слабонервных. Ну что, подружечка, пообщаемся? В клипе Натальи Гордиенко на песню «Пьяная» главным героем стал неподражаемый и очень талантливый аксер Алексей Чадов. Ему пришлось спасать любимую женщину не только от разбитого сердца, но даже от суицида. Как проходили съемки и кто стал автором песни, подробности в следующем репортаже. На днях состоялись съемки нового видеоклипа молдавской певицы Натальи Гордиенко на песню «Пьяная», в котором участвовал популярный актер и любимец женщин Алексей Чадов. Песня рассказывает историю неразделенной любви и страсти, а автором этого музыкального творения стала известная певица и композитор Дакота. Сегодня мы воплощаем жизнь своего рода, у нас такой ремейк советского фильма «Ты у меня одна». И, да, действительно, такая вот история, очень чувственная, энергетически заряженная. И мы очень надеемся, что каждый найдет, я не знаю, для себя что-то в этом видеоклипе, в этой композиции, вложенное нами в наши, не знаю, частички сердец, душ. И мы действительно горим все сегодня общим делом. Как признаются сами артисты, съемочный процесс длился больше суток. А главной героине пришлось бежать по холодной Москве босиком, в летнем платье и даже рискуя жизнью сидеть на краю крыши. А герой Алексей Чадова отправляется на поиски любимой женщины. С этими артистами, конечно же, работать прекрасно. Я давно мечтала поработать с Алексеем, наконец-то сбылась моя мечта. Я все сделала для того, чтобы он участвовал в этом ролике. И, собственно, вот он здесь. Заинтересовало предложение в плане сценария, идеи в целом. Потому что это такая киношная история здесь. И я, конечно, согласился. И это, во-первых. Во-вторых, конечно, Наташа замечательный человек, прекрасная певица и очень светлый человечек. Конечно, ее очень хочется поддержать. Зрителей ждет необыкновенная история любви и опасности. А конец клипа «Пьяная», в котором герои солятся в страстном поцелуе, точно не оставит никого равнодушным. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok